Здравствуйте, мои дорогие подписчицы и гости моего канала. Для тех, кто не знает, меня зовут Татьяна. И сегодняшнее видео вас ожидает очень интересное, особенно для рукодельниц и в частности для тех, кто любит вязать. На просторах интернета я увидела ну такую красотищу, что я решила непременно познакомить вас с нею. А в частности с талантливейшим дизайнером по вязанию, вы знали, что такое существует? Доцентром кафедры текстиля, преподавателем, с участницей престижных выставок в Милане, Нью-Йорке, Тель-Авиве. На данный момент проживающей в Тель-Авиве Марий с бесподобными работами ее и ее учеников. В общем, быстренько, девчонки, не теряем время, наливаем себе чашечку кофе или чая, садимся поудобнее. Будет очень интересно, очень. Я пока делала это видео, как всегда выяснила, что мне придется делать два видео, потому что в первом видео я не успею вам все рассказать. И самое главное, там есть такие видео-мастер-классы, очень интересные, как это все делается. Поэтому будет обязательно два видео. Все, не теряем время, зря, садимся и внимательно смотрим и слушаем. Для начала давайте познакомимся с Марией. А именно так, как я уже сказала, зовут эту талантливейшую женщину. Родилась и выросла я в Харькове, говорит она. В самом лучшем городе на планете. Но в 23 года мне пришлось уехать в Израиль. Я уезжала, вернее бежала от тяжелейшей астмы, которой страдала всю жизнь. В моих воспоминаниях беспрерывные больницы, капельницы, уколы в вену и миллионы ингаляторов под подушкой. Когда надежды не было никакой, я решила уехать в Израиль. И в первый раз в жизни мои родители, которые даже в поход меня одну не отпускали, сказали, поезжай. Я сошла с трапа самолета в Бен-Гурионе и забыла, что такое астма. Может, это чудо, а может, просто смена климата. Однако именно астме я обязана бешеной работоспособностью и терпением. Дело в том, что, будучи очень больным ребенком, я просыпалась в 4 утра, потому что лежа дышать не могла. Интернета не было, поэтому я читала, изучала английский, а потом лет в 18 научилась шить. Сейчас я уже не встаю в 4 утра, но работаю за вязанием и дизайном часов по 10-12 в день. А о том, как я стала дизайнером и преподавателем в одном из лучших вузов мира Израиля, я вам дальше расскажу. Субтитры подогнал «Симон» А с вами бывают такие чудеса? Я шла по курортному израильскому городку Герцлия, довольная своей жизнью. Я в Израиле всего несколько лет, а уже работаю в хорошем офисе. Позади остались низкооплачиваемые и унизительные работы. Я иду в бутик за модной одеждой. Выбираю. Ко мне подходит молоденькая продавщица с неожиданным вопросом. «Вы так интересно одеты? Вы дизайнер?» Я смущенно отвечаю. «Нет. Я всегда мечтала, но мне скоро 30, поздновато как-то». Она восклицает. «Да что вы! Никогда не поздно. Я вот на курсах по дизайну учусь. Дайте адрес». Я беру адрес. Выхожу. Понимаю, что моя жизнь уже не будет прежней. Набираю в интернете «Учеба. Дизайн». Первой строкой идет «Шенкар». Самый крутой вуз по дизайну в Израиле и входящий в десятку лучших в мире. Мысль в голове. А что если... С тех пор прошло 15 лет. Я выпускница «Шенкар». Доцент в нем же. Участник международных выставок. Вот так. Еще студенткой я побежала в тот магазин сказать спасибо той девочке. Но магазина больше не было. А записка с ее телефоном таинственно исчезла из моего кошелька. Как в кино. Волшебники исчезают. Представляет ли себе та девочка, что есть человек, которому она круто изменила жизнь? Наверное, нет. А с вами случалось такое волшебство? Хорошо быть наследником. Моему дяде Боре сейчас было бы где-то 80. В Израиль он приехал в 1990 году. Я помню, как мы его провожали в Харькове. Помню, как спустя два года после его отъезда узнали, что он умер. Израильское чудо-медицина спасла его один раз, а второй, к сожалению, не смогла. А в 2007, когда я уже и сама была в Израиле и поступила в институт, мне позвонила его дочка и сказала, что после дяди Бори осталась новая вязальная машина. Я подумала, что не очень хорошо поняла. Я ведь никогда не знала, что он вязал. Оказалось, что он вязал всё. Так у меня появилась Тойота. Правда, она уже не была новая. Её дядя Боря купил практически перед отъездом в Израиль, где-то в самом конце 80-х. Неделю я с ней разбиралась. Потом стала вязать. Сейчас это моя правая рука, да и левая тоже. И никакие три мои новые машины не могут мне её заменить. Меня вот часто спрашивают, какая машина нужна для вязаных шедевров. Отвечаю, самая простая, однофонтурная. У моей есть и кружевные каретки, и перфокарты, и ещё какие-то функции. Я ими никогда не пользовалась. Всё, что мне надо, это частичное вязание, потому что в нём вся суть. Ведь не какие-то технические примочки создают шедевры, а наши с вами руки. И верная, простая, однофонтурная машинка. Иногда, видя моей работой, люди говорят, что типа, вот она училась в институте, ей рассказали, как такое делать. Хочу поправить. Так меня никто не учил. Мне не сказали, возьми леску, свяжи её таким образом и получишь то-то и то-то. Нас учат той технике, которая описана в инструкции к вязальной машине. А вот использовать её так не учат. Так что ж я там делаю, как преподаватель? Приходя в аудиторию, я не бегу к вязальной машине учить студентов, как делать. Я сажусь за стол, вернее, на стол. Ну, люблю я преподавать, сидя на столе. Смотрю, кто что сделал, и мы вместе со студентами начинаем анализировать. Я их направляю, подталкиваю, даже провоцирую, когда надо. И за вязальную машину сажусь. Но студенты меня понимают, даже если я в их присутствии не двигаю кареткой влево-вправо. А потом они выдают шедевры. А сегодня, смотрите, какая красота. Я же сама вот мне так нравится. Вот на этой стороне как бы всё понятно, что это, да. А вот здесь каждая лунка, она очень глубокая. Вот прям вот в сантиметр уходит рука. Сами по себе выпуклые, а вот зелёная, наоборот, получается, как ямка такая. Ну, в общем, мне так это нравится, слушайте, не представляете себе. Вот я доделаю и скажу, как это получилось. Как, почему эти лунки такие глубокие. И какой здесь секрет. А секрет здесь в нитках белых особенных. Вязала я берёзы, вязала, как рассказывает Мария дальше. И так мне захотелось ещё цвета, помимо чёрно-белого и зелёного. И я снова вернулась вдохновению. Лес Карелии и Кижи. И увидела я на одном фото, как красное солнце во время заката выплеснулось на лес, на деревянные постройки. И всё это вдруг стало красноватым. А я, естественно, выплеснула этот цвет на вязание. Сегодня мы будем просто весело и классно вязать вот таких вот червячков. Вот такая текстура я назвала червячками, потому что эти спущенные петли как бы двигаются. Как мы их делаем? Очень просто. Я покажу на одной, но вы можете делать их параллельно несколько сразу. Естественно, для этого мы перекидываем из петли с иголочки на иголочку, провязываем 4 ряда. После этого мы берём вот эту иголочку, перекидываем на рядом стоящую. А отсюда мы берём вот из-под низа, подхватываем вот такую вот петелечку и на соседнюю. И провязываем 4 ряда. И теперь точно так же возвращаем обратно то же самое. Раз. Одну. И вторую. Снова двигаем на соседнюю петелечку. Иголочку. И 4 ряда. И теперь мы закрываем нашего червячка. Не просто возвращаем иголочку в работу, а тоже либо отсюда, либо отсюда. Подхватываем петелечку прямо вот снизу. Снизу. И ставим на иголочку. И снова вяжем. И у нас получается вот такой вот немножко двигающийся червячок. Когда их много, они начинают быть очень-очень интересными. Вы можете делать их много параллельно, или можете начинать, когда их много, и немножечко уменьшать их количество к верху вязания. Это будет очень интересный дизайн. Ну вот, девочки, я уверена, что вы вдохновитесь, потому что тут невозможно не вдохновиться. В этом первом видео вы познакомились с талантливейшим дизайнером по вязанию Марией Столя-Вива. А в следующем видео вы не менее интересные увидите работы ее учеников, а также ее работы. И вас ожидают больше мастер-классов. Поэтому, если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. И если, конечно, вам понравилось это видео, жду ваши комментарии. Поделитесь, пожалуйста, в соцсетях и поставьте пальчик вверх. Для вас это ничего не стоит, а мне приятно. Ссылочка на инстаграм Марии будет, как всегда, в моем комментарии. Проходите, знакомьтесь. Проходите в плейлисты, ищите по интересам, что вам больше нравится. Там много разных плейлистов, начиная от стильных женщин, рукоделия, переделки. Желаю всем нам мирного неба над головой. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. И до новых встреч на моем канале. Не могла никогда идти до цвета. В конце концов, пришлось взять ткань. Вот эта ткань, это не нитка. И она дала тот цвет, который я хотела получить. Так что ждите, скоро будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова